Ташиев попал в немилость Москвы? Однозначно утверждать об этом пока рано, но есть ряд косвенных вещей, которые подтверждают эту версию. На днях подконтрольная Кремлю издание «Комсомольская правда» опубликовала разгромную статью о главе ГКНБ Ташиева. Российские журналисты обвинили в проведении антироссийской политики. Всем привет! Канеметов с вами. Стоит сразу оговориться, такие разгромные статьи просто так не появляются. Журналисты в России не так свободны, как в Кыргызстане, тем более работники подконтрольных изданий. Так что вполне может быть, что устами комсомолки глаголит «Кремль» и «Запасность Киргизии в руках лоббиста американских интересов», усилия главы ГКНБ Республики Ташиева вызывают вопросы у российских экспертов. Статья по таким заголовкам на сайте КП появилась несколько дней назад. Как утверждают весьма осведомленные источники, одним из лидеров этой группы, лоббирующий западный вектор развития республики является Камчебек Ташиев, вице-премьер правительства республики и одновременно глава Госкомитета нацбезопасности, человек, отвечающий за безопасность страны и борьбу с иностранной агентурой. Камчебек Кадрышаевич – личность весьма примечательная и влиятельная. Экс-депутат парламента страны, председатель одной из ведущих политических партий страны Атаджурд, давно известен в качестве лоббиста интересов США и приверженца политики по ослаблению взаимодействия связей с Россией. Лоббистам интересов США Ташиева сложно назвать, но какой из него проамериканский политик? Про Франджиембеков, отошедший отдел, Умирбек Абдрахманов, ну, на крайняк Умирбек Тикибаев. Если бы про них так сказали, то еще ладно. Но Ташиев… В Пиндостане, то есть в Америке все плохо. Ладно, идем дальше. Давайте попытаемся узнать, что такого сделал Ташиев. Военный парад 9 мая не провел, символы войны Зи и Ви запретил, сетует комсомолка. Но это еще не все. Последнее увлечение Ташиева – это соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве Киргизии с США. Пусть никого не обманывает скромное название документа, якобы не имеющего никакого отношения к политике. Конечная цель заключается именно в политическом отраве Бишкека от Москвы. Так, что еще? Именно антироссийская политика Ташиева приводит к усилению неприятия РФ в Кыргызстане, дает понять комсомольская правда. Активность Ташиева, если она будет продолжаться в прежнем ключе, вполне может негативно сказаться на объемах российской помощи и, как следствие, к ухудшению социально-экономической ситуации в самой Кыргызии. Право разрыв с Россией еще ни одному государству на постсоветском пространстве на пользу не пошел. Интересное кино. Конечно, многие озвученные доводы довольно спорные, доказательств никаких КП не приводит. Но в любом случае стоит понять, статьи с критикой кыргызских руководителей в российских СМИ просто так не появляются. Это сигнал, будем отслеживать ситуацию. Если разгромные репортажи будут транслировать уже на федеральных каналах, то это будет означать только одно – режим долго не простоит. Такое уже однажды было. В феврале 2010 года российские СМИ начали атаку на режим Бакиева, поливали его со всех орудий – НТВ, ВГТРК, Первый канал и многие другие издания в течение нескольких месяцев громили Бакиевых. Киргизия на грани гражданских волнений. В городах проходят акции протеста, одна из самых крупных в Бишкеке, где президент собрал Курултай согласие. Представителей оппозиции на Курултай, правда, не оказалось. Главной причиной недовольства людей – резкий рост цен и коммунальных тарифов. Впрочем, дело не только в этом. Особые чувства у жителей республики теперь к сыну главы государства, который за время президентства отца стал одним из самых могущественных людей в стране. О том, кто такой Максим Бакиев и куда руководство ведет Киргизию, наш обозреватель Андрей Медведев. Чем все это закончилось, вы все прекрасно знаете. Режим пролил кровь, едва не довел страну до гражданской войны, но в итоге все равно был вынужден уйти. Дмитрий Медведев считает, что крах режима Бакиева связан с неспособностью обеспечить социально-экономическое развитие государства, учитывающий интересы народа Киргизии, а также с коррупцией, клановостью и семейственностью режима, который сложился в последние годы. Вернемся к Ташиеву. Статью КП он никак не прокомментировал. Вместо него это сделал его верный журналист Крюбек Рахманов. Парня этого называют персоной, который входит в ближний круг главы ГКНБ. Все стали свидетелями очередной заказной статьи, казалось бы, уважаемого интернет-портала «Комсомольская правда», направленной на сеяние смуты в умах пользователей сети. Несомненно, мы уже догадываемся, кто и какую цель преследует. Но в то же время наш народ всегда знает и помнит заслуги перед страной Ташиева, которого в последнее время пытаются выставить в негативном свете. Хотелось бы напомнить и заказчикам, и исполнителям данной статьи, какие бы силы не стояли за попытками посеять недопонимание в высших эшелонах власти, их попытки тщетны. Ведь, как говорится, власть опирается на народ, народ верит этой власти, а власть, в свою очередь, сделает все, чтобы наша страна процветала. Москва явно не в восторге от того, что творится в Кыргызстане. Легализация Бакиевых и их соратников может стать катализатором осложнений отношений в первую очередь. Кремль наверняка в курсе того, что в Достан, к примеру, вернулся Алексей Шершов. Стратегическое оборонное предприятие снова в руках Бакиевых. И много чего еще, о чем мы даже не догадываемся. 27 мая в Бишкеке пройдет саммит Евразийского экономического союза. Власти готовятся к этому мероприятию тщательно. Красят фасады зданий, обновляют асфальт на центральных площадях, перекладывают плитку. Словом, делают ровно все то же, что и рядовой кыргызстанец незадолго до ТОЯ. Еще бы, не хочется ведь перед гостями опозориться. А то, что Путин и Лукашенко скажут, уяд. Но, кажется, зря кипишевали. В распоследний момент саммит решено проводить в режиме онлайн в формате видеоконференции. Путин и остальные президенты стран-участников союза в Кыргызстан лететь не захотели. Мы готовились к тому, что это будет проходить в очном формате. Но буквально на днях было принято решение, что главы государств будут на форуме и на заседании Совета присутствовать в режиме видеоконференц-связи. Позже стало известно, что президент Казахстана Касым Джомард Токаев все же прилетит в Бишкек. Он будет единственным высокопоставленным гостем на этом празднике жизни. Токаев прибудет в Кыргызстан за день до саммита. Это будет его официальный визит. Планируются двусторонние и многосторонние встречи. Если бы не заранее планируемый визит, то и казахского президента, кажется, не было бы на саммите в Бишкеке. Несмотря на то, что президент решили не ехать, дороги в Бишкеке во время саммита все равно будут перекрывать. Это мероприятие очень высокого уровня. Выше в этом году не планируется. Придется потерпеть денек-другой. Почему Путин решил отменить поездку в Кыргызстан? Официального объяснения пока нет. Экс-министр обороны Исмаил Исаков, экс-глава ГСНБ Кингешбек Душибаев и бывший губернатор Джалабадской области Биктур Асанов, теперь фигуранты уголовного дела. Им предъявлено обвинение по делу об июньских событиях. Брать под стражу их пока не стали. Подписка о невыезде только. Нам всем предъявили обвинение по одной статье – злоупотребление должностным положением УККР. Сегодня же избрали меру пресечения. Как я злоупотребил этим положением, мне не ответили. В протоколе просто указано, что я совершил особо тяжкое преступление. Считаю, что это связано с нашей оппозиционной деятельностью. Недавно я и Биктур Асанов ездили в Талас. Открыли региональное отделение нашего оппозиционного движения. Возможно, это как-то обеспокоило власть. На нас оказывают политическое давление. Во Временном правительстве вообще-то было больше людей. Но только трое из них сейчас оппонируют властям. Если не брать в расчет Атамбаева, который и так в тюрьме. А что Байсалова не привлекают? Ведь именно он, будучи главой аппарата Временного правительства, добился выдачи дипломатического паспорта для лидера сепаратистов Кадырджана Батырова. Расскажи, пацаны, блядь. Не только политических оппонентов преследуют джапаровцы и ташиевцы. Теперь вот до театров добрались, запретили остросоциальный и острополитический спектакль дежавю, за то, что не так показали президента. Спектакль запрещен фактически. Той самой спешно прибывшей большой ужасной госкомиссии, о которой я писал ранее. Постановка признана антипрезидентской и антикрыгыской. Фактически, потому что комиссия потребовала спектакль кардинально переделать. Убрать антипрезидентскую, антикрыгыскую линии и переписать пьесу, сделав ее не историей любви и сомнительных мечт пяти несчастных, запутавшихся в себе персонажей, а, к примеру, социальной историей о проблемах трудовых мигрантов. Чего я, разумеется, делать не буду, при всей любви к трудовым мигрантам, которым отчасти и сам являюсь. Когда-нибудь я напишу отдельную пьесу об этом заседании. Госкомиссию задело почти все. Неуважение к посту президента, кривые ноги персонажа, образ девушки, любовницы-олигарха. Сомнительную девушку предложено переделать во что-то более светлое и зовущее. На мое предложение переделать ее в передовицу швейного производства, впрочем, отмолчались. Действие спектакля дежавю происходит в обычном офисе IT-компании в Бишкеке, пишут СМИ. В одной комнате оказались сотрудники и руководитель фирмы, олигарх, его любовница и телохранитель. На улице то ли революция, то ли еще что-то страшное, не позволяющее героям выйти из офиса. Пять совершенно разных человек оказались в замкнутом пространстве. Но это уже переходит всякие рамки. Надеюсь, спектакль все же состоится. Может быть, другое место подыщут. Очень хочется посмотреть, что именно так задело президентских цензоров. А на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Канат Канеметов. Всем мира!